Выпуск продолжит новости спорта. Сегодня их представит наш спортивный обозреватель Вячеслав Горецкий. Слава, здравствуй! Здравствуй, Татьяна! Здравствуйте, телезрители! Вначале о кунгурских атлетах. Вероника Шленчик и Михаил Симовских вновь достойно выступили на соревнованиях по бодибилдингу. Напомню, на прошедшем чемпионате в Удмуртии ребята были вторыми в своих категориях. А на региональных состязаниях при Камье, которые прошли на днях, Вероника стала абсолютной чемпионкой Пермского края в категории фитнес-бикини. Отмечу, бодибилдингом девушка занимается всего лишь один год. Михаил Симовских взял шестое место. Результат мог бы быть лучше, если бы на чемпионате была весовая категория 90 килограммов. Однако атлету пришлось выступать в весовой категории за 100 килограммов. Но даже в таких условиях он вошел в десятку сильнейших. На этих соревнованиях Михаил завершает сезон соревнований 2015 года. А Вероника продолжит сезон на чемпионате России по фитнес-бикини в Санкт-Петербурге. Сейчас о кунгурских хэквондистах. В минувшие выходные 17 бойцов представляли кунгур на межрегиональном турнире, посвященном памяти первого президента Пермской Федерации Хэквондо Дмитрия Луткова. Нашим спортсменам пришлось состязаться с соперниками из Перми. Свердловска, Челябинска, Тюмени, Кирова и Башкортостана. Всего на татаме вышло более 200 сильнейших спортсменов. Воспитанники детской, юношеской спортивной школы «Уралец» и молодежного клуба «Лига» стали победителями. На пьедестале оказались сразу 6 кунгуряков. Первое место у Никиты Полухина, второе у Ольги Кустовой, Вероники Дреминой, Ульяны Шлыковой. Бронза турнира у Никиты Батуева и Марии Шаломовой. Уже в грядущую субботу наши ребята станут участниками фестиваля единоборств, который пройдет в Кунгурском районе. Пожелаем им удачи. На сегодня новости все. О том, что произойдет в следующие 7 дней, расскажем ровно через неделю. Спасибо. Это был Вячеслав Горецкий, рубрика «На старт».